Жила-была глина. Твердая, жесткая, сухая. Такая твердая, что вот, ну, скорее треснет, чем кому-то добро сделает. Пришла к глине вода. Вода и говорит глине, ну что ж ты глина такая твердая, такая сухая. Надо тебе быть немножечко помягче. Давай с тобой дружить, будешь мягкой. С этой сказки начинается занятие в творческой мастерской керамики Татьяны Ломакиной. Главная соль этой истории в том, что для того, чтобы делать добро на земле, нужно очень хорошо знать, когда быть мягкой, а когда твердой. Я пришла в керамику из продаж, пришла из корпоративного бизнеса и долго работала в продажах. И как-то раз села за гончарный круг. Села за круг и поняла, что уже жизнь моя теперь крутится по-другому. Какое-то вот такое вот чувство мурашек по коже, когда что-то свое такое встречаешь. С того самого момента в жизни Татьяны начался новый этап обучения гончарному делу. Сначала руки привыкали, набирали силу. Потом Татьяна научилась центровать. Без центровки кусок будет бить на круге, и ничего не получится. А когда глина в руках мастера стала послушной, пришла идея научить этому ремеслу и других. Три года назад в мытищах у нее появилась творческая мастерская керамики с необычным названием «Арбуз». Арбуз, он круглый, такой же как гончарный круг. И я не знаю такого человека, который не любит арбузы. Арбуз – это сочный такой фрукт. И арбуз, и наша студия – это также сочно и ярко, как те эмоции, которые вы получаете, когда едите в жару, сладкий ломтик, хрустящий, сочный арбуз. За годы работы гончарной мастерской появились постоянные клиенты, которые приходят на занятия. Регулярно она проводит бесплатные мастер-классы в городском парке. В мытищах я живу 8 лет. Это произошло в связи с моими семейными обстоятельствами. Я вышла замуж, а родом я из Рязани. Это, кстати, очень керамический и гончарный край. Именно в Рязани есть центр народных и художественных промыслов «Скопин». Тем, кто работает с керамикой, он хорошо известен. В этом интересном месте Татьяна первый раз и села за гончарный круг и почувствовала глину в своих руках. Откуда эта глина, в чем ее особенность, уникальность? Глина – это дар нашей Матушке Природы. Это ярославская глина, наша, российская. Я хотела спросить, как на ощупь. Очень приятно. Татьяна – инженер по специальности. Она с легкостью применяет свои профессиональные знания, когда нужно поменять, например, термопар в печи или зарядить обжиг. Обжиг длится 8 часов и идет при температуре 1000 градусов. Вот они еще горяченькие у меня, только-только вынимаю. Работы после обжига становятся блестящими и водонепроницаемыми. Основная аудитория – это, конечно, дети и их родители. Для малышей от трех лет активно применяется игра в глину по методу Алексея Литчука, когда за основу берется известная сказка, лепятся герои и декорации. Дети постарше предпочитают создавать кружки и тарелочки, аромалампы и колокольчики. Я замечаю по детям, если ребенок приходит какой-то такой очень импульсивный, очень гиперактивный, глина его стабилизирует и делает спокойным. Дети, которые вот такие вот застенчивые, очень такие вот, ну вот ни слова особо не скажут, глина их раскрепощает и делает их более такими проявленными. Керамика – это такой образ жизни. Это исключительный лайфстайл, умение чувствовать себя в потоке. На занятиях Татьяна рассказывает о том, как из кусочка глины сделать, например, горшочек для меда. И как красиво и просто его можно украсить. Есть разные способы декорирования глины. Можно прям на круге даже что-то нарисовать. Берем зубочистку, я поменьше сделаю скорость круга. Мы берем и прикасаемся зубочисткой и проводим несколько линий. Как красиво! Можно сделать. И как просто вроде, да? Сегодня Татьяна – одна из активных участниц сообщества «Нежный бизнес». Она признается, что не представляет свою жизнь без любимого дела. Главный девиз – кто хочет, тот ищет возможности. Кто не хочет, тот ищет причины. Однажды, сев за гончарный круг, она поняла, что ее жизнь закрутилась по-другому. И она нашла то, что искала. Татьяна Горностаева, Максим Силаев, Первый Матищинский.